Джеймс Олдридж. Дипломат. Книга первая. Лорд Эссекс. Глава первая. Лорд Эссекс сидел в самолёте Дуглас, курил трубку и дожидался, когда за ним приедут. Самолёт попал в снежную бурю. Механизм управления обледенел и пришлось сделать вынужденную посадку. Теперь самолёт лежал на брюхе среди пустынной русской равнины, над которой гулял ветер и беззвучно кружились снежинки. Лорд Эссекс, сидя у маленького окошка, вглядывался в снежную мглу и очень сожалел о том, что возраст не позволил ему отправиться вместе с МакГрегором и русскими на поиски жилья и какого-нибудь транспорта. Когда человеку стукнуло 58 лет, его, естественно, уже не берут с собой в таких случаях, хотя бы он и выглядел на 10 лет моложе. Эссекс щеголял своим цветущим здоровьем и категорически отказывался стариться. У него было свежее румяное лицо, самоуверенный взгляд и поротистый с горбинкой нос. Он удобно расположился в мягком кресле, и его даже клонило ко сну. Внезапное и опасное приземление он, по-видимому, принял вполне хладнокровно. Его больше беспокоил храп пассажира, сидевшего сзади, и мысль о том, что в Москву он приедет с опозданием на сутки. Опоздать на целый день – это весьма и весьма неприятно, когда едет с миссией, которую нужно выполнить как можно скорее. А если бы не это, лорд Эссекс только радовался бы неожиданному происшествию. С такими счастливчиками, как он, всегда что-нибудь приключается. Уж непременно подвернется какая-нибудь вынужденная посадка или еще что-нибудь в эдаком романтическом духе. Эссексу чрезвычайно нравилась его роль, 58-летнего искателя приключений, при условии, разумеется, что все кончилось благополучно. Только вот досадно, что нельзя вместе с МакГрегором идти по этой темной снежной пустыне. МакГрегор ушел с русскими, не испросив позволения у Эссекса. Эссекс догадывался, что это не случайно, хотя впервые в жизни увидел МакГрегора на лондонском аэродроме. А ведь он сам выбрал МакГрегора себе в помощники и вправе ожидать от него некоторой почтительности. Нельзя сказать, что МакГрегор невежлив, но для чиновника из департамента по делам Индии он держится слишком независимо, а главное, у него слишком умное лицо. Вопрос о поездке Эссекса в Москву решился в течение нескольких часов, и он, просмотрев личное дело МакГрегора, выбрал его как лучшего специалиста по Ирану. За время совместного путешествия Эссексу не удалось приучить МакГрегора. Даже вынужденная посадка не расшевелила его, и в самый страшный момент аварии он был не менее хладнокровен, чем сам Эссекс. По пути, обмениваясь с ними краткими, отрывочными замечаниями, Эссекс успел уловить какое-то непонятное легкое противодействие, какую-то настороженную сдержанность, а то и не удалить довольствие. Эссексу это совсем не нравилось. Выполняя такое важное поручение, нужно иметь ревностного и усердного помощника. От этого может зависеть исход всей миссии. Пора прибрать МакГрегора к рукам. Когда они приедут в Москву, ему понадобится вышкаленный МакГрегор. Пассажир позади Эссекса опять захрапел, и Эссекс, перегнувшись назад, тронул его за плечо, чтобы прекратить храп. Потом он поджал ноги, укрылся подбитым мехом пальто, и постарался уснуть, думая о предстоящем свидании с Молотовым. Эссекс начнет с того, что поострит по поводу своей вынужденной посадки. Это будут чисто английские остроты. Молотов, быть может, не найдет в них ничего смешного. Во всяком случае, Молотов улыбнется и в ответ тоже скажет какую-нибудь шутку. Язык в него острый. Шутка будет тонкая и даже веселая, но с политической подоплекой, потому что русские не забывают о политике, даже когда шутят. Они всегда говорят, как будто посмеиваясь, но в их словах чувствуется гордость, и в вопросах политики они всегда бьют в одну точку. Когда Эссекс проснулся, возле него сидел Макгрегор. Кроме них в самолете никого не было. Ну, Макгрегор, спросил Эссекс, как дела? Нашли какую-нибудь деревню? Нашли крестьянский дом, ответил Макгрегор. По-видимому, за полем, к северу отсюда, есть деревня. Пилот достанет Сани, и мы поедем туда. А как мы доберемся до Москвы? Там в деревне видно будет. Один из летчиков отправился в военный лагерь. Он надеется достать машину. Макгрегор и сейчас держался с той осторожностью, которая так не нравилась Эссексу. Как далеко отсюда до Москвы? Спросил он. Миль сорок. А когда подойдут Сани? Эссексу приходилось задавать вопрос за вопросом, потому что Макгрегор явно не собирался снабжать его более подробными сведениями. Они должны быть с минуты на минуту. И то хорошо, проворчал Эссекс. Макгрегор не ответил, и в пустом холодном самолете воцарилось молчание. Эссекс опять закурил трубку, а Макгрегор сидел не шевелясь, словно не хотел мешать ему, и даже напоминать ему о своем присутствии. Мы, очевидно, не попадем завтра к Молотову, — наконец заговорил лорд Эссекс, лениво потягиваясь. Да? Правда, мы не уславливались точно одни и часи свидания, но мне бы хотелось повидаться с ним завтра же, чтобы как можно скорее приступить к делу. Макгрегор молча слушал. «Вы можете сразу приняться за работу?» Спросил его Эссекс. «Не знаю», — ответил Макгрегор. «Мне дали только пачку документов и очень краткую сводку сэра Роулинда Смита. Я даже повестки дня не знаю». «Никакой повестки дня нет», — сказал Эссекс. «Русские не хотят разговаривать, не хотят высказываться определенно, так что нам придется принимать решение на ходу. Надеюсь, Макгрегор, что вы меня не подведете. Вы в самом деле знаете иранский Азербайджан? Потому что разговаривать с русскими нужно, имея точные сведения. Вы, кажется, работали в Лондоне, по-северному Ирану. С полгода. А долго вы жили в Иране? Почти всю жизнь. Отлично. Значит, вам известно положение, и вы поймете, чего мы должны добиваться в Москве. Указания я получил самые общие, а именно, заставить русских уйти из иранского Азербайджана и восстановить власть тегеранского правительства». Не очень конкретно, правда? «По-видимому». «Перед нами трудная задача, Макгрегор», – продолжал Эссекс. «Ведь всего неделя прошла с тех пор, как все попытки нашего министра иностранных дел на московской конференции провалились. Так что нам придется начинать все с изного. Но ничего, я думаю, мы справимся. Правда, мы не очень хорошо подготовились. Мы не знаем, чего хотим. А это самое главное». «Какой материал вам дал Роланд Смит?» «Это преимущественно документы, подготовленные для московской конференции. Пригодятся они?» «Я еще не все прочитал». «Положительно. Этого Макгрегора ничем не проймешь. Я лично не придаю особого значения бумажкам, так что можете не беспокоиться об этом. Для меня гораздо важнее, чтобы вы знали суть вопроса. Живой человек, хорошо знающий свое дело, стоит больше, чем целый грузовик документов. Я вообще не понимаю, как это вас не взяли на московскую конференцию». «Сэр Лоуренд поехал сам», – сказал Макгрегор. «Зная, но вряд ли он так хорошо знаком с Ираном, как вы». В тоне Эссекса совсем не чувствовалось желания польстить своему помощнику. Он улыбнулся. «А сейчас вы рады, что вы едете, Макгрегор?» «Я ничего не имею против», – вежливо сказал Макгрегор. «Ах, вот как. Ничего не имеете против?» «Да, но я бы хотел знать, сколько мы пробудем в Москве?» Это был чуть ли не первый вопрос, к которому Макгрегор обратился к Эссексу с тех пор, как они вылетели из Лондона. «Вот уж не знаю», – сказал Эссекс. «А что, у вас дела есть поважнее?» Макгрегор промолчал. Эссекс подумал, что молодой человек, наверное, покраснел. «Еще бы не покраснеть!» Потом Эссексу стало жаль Макгрегора, и он, засмеявшись, хлопнул его по коленке. «Долго мы здесь не задержимся. Мне просто нужно поймать в Лондоне одного человека. Вот и все». Макгрегор явно был смущен. И Эссексу это доставляло такое большое удовольствие, что он решил продолжить разговор. «Когда?» – спросил он. «Недели через две». «Ну, к этому времени мы вернемся», – сказал Эссекс. «А если нет, вы можете ему позвонить из Москвы. Телефонная связь, вероятно, восстановлена. А это очень важное дело». «Может оказаться важным». Макгрегор, видимо, счел неудобным уклониться от объяснения. «Человек этот должен приехать из Ирана, и я хочу поговорить с ним о моем возвращении туда, на прежнюю работу». «Да?» Эссекс зажжал спичку и, поднося ее к трубке, покосился на него. «Я, помню, сочетал об этом в вашем личном деле. Вы были геологом или что-то в этом роде, в англо-иранской нефтяной компании». «Да, именно, что-то в этом роде», – сказал Макгрегор. «А точнее, кем вы работали?» «Я микропалеонтолог». «Это еще что такое?» «Палеонтолог, специализирующийся на микроископаемых». «Я думал, вы геолог. Это входит в геологию». «Довольно отвлеченный предмет, а?» «Пожалуй». «И вы хотите вернуться к этой своей палеонтологии?» «Если удастся». «Значит, вы не собираетесь оставаться в департаменте по делам Инди?» «Нет», – ответил Макгрегор. «Меня, можно сказать, мобилизовали на эту работу». «Мне кажется, Макгрегор, что вы упускаете свое счастье, если уйдете из департамента. Ведь ваша поездка – прекрасное начало карьеры для вас. Чего ради вы будете возиться с этой вашей геологией? Или как там ее? Палеонтологией?» «Это моя специальность», – медленно сказал Макгрегор. «И давно вы не работаете по вашей специальности?» «С начала войны. Около шести лет. Я думаю, вам не так-то легко будет вернуться к своей работе. Даже очень трудно». «Ну что ж, каждому свое. Но неужели, проработав 8 месяцев в департаменте по делам Индии, вы не убедили, что дипломатия интереснее геологии?» «Я очень мало знаю дипломатии. Макгрегор все-таки оттаял немного. Я очень удивился, что меня посылают с вами. И я, дорогой мой, сам выбрал вас». «Я никак не мог понять, почему», – с запинкой сказал Макгрегор. «Видите ли, Макгрегор? Когда я выбираю себе помощника, я прежде всего ищу настоящего человека, а не хорошего чиновника. Я люблю молодых людей. Вам 30 лет. Это как раз подходящий возраст, чтобы начать карьеру. «Разумеется, я остановил свой выбор на вас потому, что вы жили в Иране, знаете местные языки. Но у вас есть еще кое-какие преимущества. Вы человек новый в нашем деле. Отличились на войне? Военный крест, кажется? Так точно, сэр». «Только в этом сказали следы военной выучки Макгрегора. Хороший послужной список за время войны – это большой козырь, особенно на нашем поприще». «Эссекс говорил со знанием делом, ибо у него самого был хороший послужной список, не только военный крест, но еще и орден за боевые заслуги. Эссекс смотрел на войну, как на необходимую часть жизненного опыта, и своими личными военными опытом был весьма доволен. В Первую мировую войну он с самого начала очутился во Франции, а на второй год войны был уже офицером гвардейского кавалерийского полка, в котором по традиции служили Эссексы и командовал участком фронта в полкилометра на Соме. Собственно говоря, когда Эссекс не лгал самому себе, он сознавался, что ему не понравилось на Западном фронте, и хотя во время редких отпусков он вдоволь наслаждался щедрым гостеприимством Парижа, однако перевод на Средний Восток доставил ему величайшую радость. В Каире Эссекс нашел то, что рассчитывал найти в любом городе земного шара – досуг, деньги, комфорт, почет и благополучие, а сверх того – приключения. Не слишком многочисленные, но зато увлекательные. В качестве штабного офицера в чине майора он побывал на берегу Красного моря вместе с Лоуренсом и Стэндишем, и сразу же угадал в них людей, которые войдут в историю. А ради одного этого стоило повоевать. Не забыть рассказать об этом Макгрегору. Нынешним молодым людям полезно знать, что не только одни они испытали, что такое война. Особенно это относится к Макгрегору, который, судя по его послужному списку, довольно долго пробыл в африканском кавалерийском летучем отряде. А это, разумеется, единственная воинская часть, заслуги которой в последней войне можно сравнить с подвигами солдат Лоуренса. Это была еще одна из причин, побудившая Эссекса выбрать Макгрегора. Однако Эссекс не упомянул о ней. Вместо этого он сказал Макгрегору, что известную роль сыграло знанием русского языка. «Особенно не рассчитывайте на мои познания в русском языке», – сказал Макгрегор. «Я никогда ни на что не рассчитываю», – ответил Эссекс. «А как вы попали в департамент по делам Индии? Роулинд Смит сам затащил вас?» «Не знаю. Меня просто демилибализовали с условием, чтобы я некоторое время послужил в департаменте. А теперь они отпускают». «Придется вам потерпеть еще немного, Макгрегор. Мне понадобится ваша помощь, и очень существенная». «Мне эта работа мало знакома», – снова сказал Макгрегор. «И, по-видимому, она вас мало интересует». Эссекс видел, что Макгрегору не хочется отвечать на этот вопрос. «Нет, отчего же? Интересует». Макгрегор встал, потомтался на холодном металлическом полу самолета и, отойдя подальше от Эссекса, зашагал взад-вперед. Когда в дверь постучали, Эссекс тоже встал. Макгрегор открыл дверь. Снаружи ворвался снег, и Эссекс услышал голоса русских пассажиров. Они вошли в самолет, взяли свои вещи и бросили их в деревенские сани, стоявшие внизу. Пилот перелез через багаж, весело сказал что-то Макгрегору по-русски, и, не дожидаясь ответа, прошел в кабину. «Садитесь, Сани», – сказал Макгрегор и спрыгнул на землю. Эссекс велел подстраниться и тоже соскочил в талый снег. «Я могу идти пешком», – сказал он. «Снег глубокий и рыхлый», – возразил Макгрегор, еще не зная, что именно этого-то и не следовало говорить молодящемуся лорду. «Я предпочитаю идти пешком», – повторил он. Возница подергал возжины, хлестнул лошадей, и сани стали подниматься в гору. Сначала по темному полю через сугробы, потом лес. Эссекс шагал сзади. Наконец Макгрегору стало неловко. Он вылез из сани, и они вместе дошли пешком до деревни. Деревня была маленькая, всего несколько бревенчатых строений, чернившихся на снегу. Сани остановились перед домом, в окошке которого светился желтый огонек, и Эссекс вслед за Макгрегором вошел в полутемную комнату. Эссекс сразу же подошел к израстцовой печке, стоявшей посреди комнаты, и стал отогревать руки. — Что здесь такое? — спросил он. — Почтовое отделение, — сказал Макгрегор. В помещении было тепло, но темновато. Потолок и стены закоптели. Освещен был только один угол. На растрескавшемся деревянном барьере, в открытой же стеной банке с керосином, плавал зажженный фитилек. Полногрудая деревенская девушка стояла, облокотившись на барьер, подперев подбородок рукой и слегка надув полные губы. Невысокого роста солдат, скрестив ноги и прислонившись к стене, наигрывал на гитаре. И девушка и солдат равнодушно наблюдали, как вошли два иностранца, как внесли вещи, расстелили одеяло на полу возле печи. Солдат продолжал тихонько напевать. Пилот взглянул на девушку, стряхнул снег со своего кожаного пальто и завертел ручку висевшего на стиле телефона. — Как здесь темно! — сказал Эссекс и уселся возле печки на одеяло. Макгрегор снял свое пальто военного образца и повесил его на вешалку. — Почему эти люди в два часа ночи сидят в почте? — спросил он Эссекса, обойдя двух других русских, спавших на почтовых мешках по другую сторону печки. — Другого пристанища нет, — сказал Эссекс, глядя на Макгрегора, который пристанился к стене рядом с солдатом. Эссекс прижался спиной к теплым израстцам и еще внимательно посмотрел на Макгрегора. Впервые он видел своего помощника без измятого пальто. Эссекс не находил в наружности Макгрегора никаких особых примет, по которому можно было бы определить поточнее, что он за человек. Худощавый, высокий, почти одного роста с Эссексом. Лицо узкое, с очень нежной кожей. Лицо человека замкнутого, который обо всем думает по-своему и держит свои мысли про себя. Волосы редкие и прямые, но это шло к нему. Такие волосы до старости не меняются. У Эссекса у самого такие, но, конечно, гораздо лучше пострижены и причёсаны. Кроме этого, между ними не было никакого сходства. У Эссекса нос с горбинкой, у Макгрегора прямой и тонкий, типичный нос шотландца. У Эссекса глаза живые и смеющиеся, у Макгрегора спокойные и бесстрастные. Одевались они тоже по-разному. На Эссексе был хороший фланелевый костюм, на Макгрегоре черстяная пара в ёлочку, висевшая на нём мешком. Эссекс досадливо поморщился. Он считал, что каждый мужчина должен одеваться со вкусом, даже если он не очень аккуратен в своей одежде. Неряшливое и нелегантное платье Макгрегора как-то не вязалось с его подтянутостью и независимой манерой держаться. Эссекс не любил противоречия в своих сотрудниках. Он тщательно приглядывался к Макгрегору, прикидывая, с какой бы стороны поступиться к нему, чтобы сделать из него верного и ревностного единомышленника. Среди этих раздумий Эссекс задремал, и когда он проснулся, Макгрегор уже сидел возле него на полу. «Они вызывали Москву?» – спросил Эссекс. «Да», – ответил Макгрегор, и дозвонились. «Вы говорили с посольством?» «Нет, пилот сказал, что посольству сообщат о нас». «Может быть, нам не следовало бы перепоручать это нашим русским друзьям?» «Если те, с кем говорил пилот, не забудут передать, то все в порядке», – сказал Макгрегор. «А не потребует ли нам машину?» «Машина здесь будет через час. Если дороги не очень обледенели, мы, вероятно, приедем в Москву на рассвете». Эссекс удобно потянулся на полу, подперев голову рукой. «Этот парень все еще играет на гитаре. Вы узнали, что он тут делает посреди ночи?» – пробормотал Эссекс, когда гитарист снова начал напевать что-то полногрудной девушке. «И ему нравится почмейстерша», – сказал Макгрегор и улыбнулся. Эссекс поднял на него глаза. «Так ведь сейчас два часа ночи». «С этим здесь, по-видимому, не считается. Он сказал мне, что в пять часов ему нужно будет ехать на лесозаготовки». «А что это за люди лежат на полу?» «Крестьяне». Эссекс снял ботинки и протянул к печке и ноги в носках, подложив под голову вместо подушки свое зимнее пальто. Он улегся на спину и закинул руки за голову. «Россия мало изменилась, несмотря на революцию», – сказал он и поглядел на утепленный соломой потолок. «Вы здесь прежде бывали, Макгрегор?» «Нет». Макгрегор растянулся на полу, словно непринужденный тон Эссекса придал ему смелость. «А вы бывали?» «Да», – сказал Эссекс, позевывая. «В 1905 году, во время Первой революции, когда мне было лет 17, я приехал вместе с отцом. Он привез золотую вазу, которую король посылал царю в подарок, в знак сочувствия». «Вазу?» «Да, не знаю, почему именно вазу, но очень красивую, насколько мне помнится, хоть и не в строго выдержанном стиле. На ней были не то вырезаны, не то выгравлены семь апостолов Микеланджело и написаны добрые пожелания церковно-славянскими буквами. Отец не взял меня с собой во дворец, но я помню, как он покатывался со смеху, вернувшись оттуда. Царь показал ему вазу своим придворным ювелиром. Это были французы, некие Фаберже. Царь послал за ними и спросил, как им нравится такая тонкая работа. Конечно, они поспешили расхвалить ее, но высказали предположение, что это делал француз. Мой отец заявил, что это работа простого кузнеца-оружейника. И посоветовал царю взять себе хороших английских мастеров, вместо каких-то французов. А впоследствии я выяснил, что гравировка была сделана французом, которого нарочно для этого выписали из Франции. Никогда не забуду, как отец посмотрел на меня, когда узнал об этом. Он сказал, что лучшего дипломатического анекдота не слыхал за всю свою жизнь. Должно быть, царь тоже это подумал, когда узнал, кто сделал вазу. Эссекс вздохнул. Да, МакГрегор. В те времена еще понимали, что такое дипломатия. Это происходило, конечно, в Санкт-Петербурге. Интересно, где она сейчас, эта ваза? Может быть, Молотов знает? Сказал МакГрегор. Его неудобно спрашивать. Русские не любят говорить про своих царей. Запомните это, МакГрегор. Они хотят забыть обо всем, что было до большевистской революции. Разве это возможно? Не знаю. Но они пытаются. А вы хорошо знаете страну? Вы ведь говорите по-русски. Нет, страну я знаю очень мало, сказал МакГрегор. По-русски я выучился случайно, потому что много лет жил по соседству с одной русской семьей. А о России я знаю только, что пишут в научных журналах. Но это не имеет никакого отношения к политике. А как русские в смысле науки? Неплохо. Отстали? Я бы не сказал, ответил МакГрегор. В моей области они кое в чем идут впереди. А как в других областях, хорошо не знаю. По-видимому, у них большие успехи в физике и других точных науках. Но кажется, они отстали в технике. И уж во всяком случае сильно отстали в политике, сказал Эссекс. Вы находите? Спросил МакГрегор. А вы нет? Не знаю, сказал МакГрегор в великой досаде своего собеседника. Не обладая научным складом ума, лорд Эссекс возмущался осторожностью профессионального ученого, тщательно взвешивающего каждое свое утверждение. Может быть, они кое-чему научатся у нас, поскольку мы сейчас все сотрудничаем с друг с другом, добавил он. Это сотрудничество ненадолго, сказал Эссекс, все еще злясь на МакГрегора. Почему? Почему? Трение скоро положит ему конец, милейший. МакГрегор только сказал ООО и замолчал. Возьмите хотя бы предстоящую сессию ООН в Лондоне, продолжал Эссекс. Она еще не открылась, а уже идет спор о том, кто будет председателем или генеральным секретарем, и кто войдет в Совет Безопасности. Еще нет ООН, а уже все ссорятся между собой. Я думаю, что споры неизбежны, сказал МакГрегор, но может быть, что-нибудь все-таки выйдет из этого. Что, по-вашему, может выйти? Мне кажется, что это лучше, чем была Лига Наций, и тут, по крайней мере, участвуют русские. МакГрегор замолчал, опасаясь, не зашел ли он слишком далеко и не злоупотребил ли неофициальной обстановкой, в которой происходила беседа. Вот именно. Потому-то и начались разногласия, что тут участвуют русские. Мы чаще расходимся во мнениях, чем сходимся, и первые признаки раскола уже налицо. Мне казалось, что московская конференция прошла довольно успешно, сказал МакГрегор, хотя она и не разрешила спора об иранском Азербайджане. О да, там договорились о некоторых мелочах относительно Балкан. И Кларк Керх с Гарриманом поехали в Румынию, чтобы понаблюдать за тем, как будут расширены и демократизированы правительства. Но ведь это мелочь, МакГрегор. Такие неразрешенные вопросы, как Азербайджан и Дарданеллы, имеют несравненно большое значение, чем несколько лишних министров правительств балканских стран. Вот почему вопрос об Азербайджане остался открытым, и он не будет решен до тех пор, пока мы не покажем русским, что намерены придерживаться по отношению к ним твердой политики. Именно это я и собираюсь сделать. — А нас беспокоит иранский Азербайджан или Россия? — спросил МакГрегор. У Эссекса даже сон прошел от такого наивного вопроса. — И то, и другое, — сказал он. МакГрегор опять спрятался в свою раковину, и хотя Эссек остался, в общем, доволен дружеской беседой со своим помощником, ему не нравилось, что тот как будто отмеживается от возложенных на них миссий и не хочет принимать в ней никакого личного участия. Это просто нелепо, ведь именно МакГрегор обязан снабжать его все фактами и комментариями, касающимися данной политической ситуации. Правда, Эссексу удалось вызвать МакГрегора на принужденный разговор, но результатом этого разговора он отнюдь не был доволен. — Я рад, что вы поехали со мной, МакГрегор, — сказал Эссекс. — Я люблю приятное общество и умные разговоры. Думается мне, мы с вами поладим. — Да, — сказал МакГрегор, — все-таки странно, что вы хотите уйти из департамента по делам Индии. — Разве? — Большинство молодых людей все бы бросили, только бы получить вашу должность. Я не очень-то гожусь для нее. МакГрегор шел нужным дать какое-то объяснение. Эссекс засмеялся. — Надо вам отдать справедливость, МакГрегор. Вы мал и честны. Передайте мне, пожалуйста, кисет. МакГрегор поднял с пола мягкий мешочек с табаком, вручил его Эссексу и приготовился к предложению разговора. Вопреки его ожиданиям, разговаривать с Эссексом оказалось вовсе не так трудно, в сущности даже очень легко. МакГрегор не мог объяснить, чего он опасается, но в всякий случай он соблюдал осторожность. Однако теперь он решил, что можно держаться посвободнее. Он знал Эссекса понаслышке, как знал его любой англичанин, но кто бы мог подумать, что это такой человек, который способен, разувшись, улечься на пол в русской избе и сладко похрапывать, не обращая внимания на окружающее. МакГрегор охотно последовал бы его примеру, но два года службы в англо-иранской нефтяной компании и пять лет пребывания в армии научили МакГрегора остерегаться людей, стоящих вне его собственных научных мнений. Жизнь в замкнутом кружке англичан на иранских нефтяных промыслах не подготовила МакГрегора к общению с такими людьми, как Эссекс. Он всегда держался особняком, слыл в английской колонии человеком с причудами и считал, что лучше отстраниться самому, не дожидаясь, чтобы тебя выгнали. Этот урок он твердо усвоил на промыслах, где 30-40 английских семей сжили, сбившись в кучу, среди знойной пустыни, окруженной иранскими рабочими. Они жили своей строго ограниченной, чисто английской жизнью и поднимали насмех каждого, кто не подходил к ней. МакГрегор явно не подходил к этой жизни потому, что никогда не принимал участия в спортивных играх и не посещал балы и вечера. Он просто сделал свое дело и все. Поэтому над ним смеялись и говорили, что ума и учености у этого молодого человека хоть отбавляй, но кому нужны его ископаемые, когда люди заняты более важно. Одни добывают нефть, другие заправляют всеми делами, проявляя максимум административного искусства и коммерческой хватки. В довершение всего МакГрегор дерзнул вводить дружбу с теми немногими иранцами, которые работали на промыслах в качестве научных работников и лаборантов. А это уж был грех непростительный. Хотя МакГрегор всю жизнь прожил в Иране и почти ничем не отличался от своих иранских друзей. Двух лет, проведенных на промыслах, оказалось вполне достаточно для МакГрегора. И хотя работа была ему по душе, он плохо представлял себе, как вернется туда. Эти два года навсегда остались у него в памяти, потому что когда он учился в армии, он и там держался поодаль от остальных офицеров. В армии МакГрегор чувствовал себя лучше, чем на промыслах, особенно в начале в западной пустыне. Он все-таки всегда был на чеку, как сейчас с Эссексом. Эссекса МакГрегор особенно остерегался потому, что за все восемь месяцев своей службы в департаменте по делам Индии, он так и не понял ни одного из окружавших его людей. А Эссекс принадлежал к той же породе, что и чиновники департамента, директора иранских промыслов, майоры, полковники и генералы в армии. Но теперь МакГрегор увидел, что Эссекс – это полковник, с которым можно разговаривать. Такой полковник иногда снисходит до беседы с вами, но сразу принимает начальнический тон, как только вы зарветесь. МакГрегор был уверен, что никогда не зарвется в разговоре с Эссексом. Но не знал точно, чего тут ожидает от него и в смысле их работы. Что Эссекс ничего не понимает в Азербайджане, об этом МакГрегор сразу догадался. Разумеется, Эссекс сам будет решать вопрос об Азербайджане, но МакГрегор не желал брать на себя ни малейшей ответственности за эти решения. У него были свои представления, и он подозревал, что они расходятся с представлениями Эссекса. Он даже был уверен, что они весьма и весьма расходятся. Эссекс потер одну ногу о другую. «Как теперь называется отдел Роулинда Смита?» – спросил он. «Мне давно уже не приходилось иметь дело с департаментом». «За Кавказье и Северный Иран», – ответил МакГрегор. «А какие части России и Турции туда входят?» «Почти весь Кавказ, до турецкой границы, за исключением Грузии. Но сама Турция не входит». «Значит, вы не занимаетесь спором о двух турецких областях, на которые претендуют русские?» «Корея, еще какая-то». «Ордога», – подсказал МакГрегор. «Вот-вот. Вообще наш отдел заниматься этим должен, но лично я ничего об этом не знаю». «Неважно». Эссекс улыбнулся и, приподнявшись, пососал трубку, поддерживая левой рукой правый локоть. «Я не ожидал, что вы знаете, но когда мы приедем в Москву, вы при случае почитайте кое-что об этом». «Разве вопрос о Турции будет обсуждаться?» – спросил МакГрегор. «Возможно. У меня привычка, все пускать в ход. Мы против каких бы то ни было притязаний России на Турции, и мы намерены пресечь их зародыши. Но если нам удастся помешать русским и прекратить беспорядки в Азербайджане, с нас хватит. Как вы думаете, удастся?» «Помешать русским или прекратить беспорядки?» – спросил МакГрегор. «Это одно и то же, разве нет?» «Может быть и нет», – сказал МакГрегор. «Вот как? Вы в этом сомневаетесь?» «В Азербайджане и раньше бывали восстания», – сказал МакГрегор. «Россия устраивала восстания», – сказал Эссекс. «Не всегда. Во всяком случае, относительно этого восстания у нас нет никаких сомнений», – сказал Эссекс. «Так что бросьте об этом думать. Надеюсь, милейше, вы это запомните». МакГрегор кивнул и на том разговорах оборвался, потому что за ними пришла машина. Когда затерянное в снегу почтовое отделение осталось позади, Эссекс усился поудобнее и приготовился к долгой езде по скользким дорогам. Приключение подходило к концу, и Эссекс не жалел об этом. Ему очень хотелось спать, хотелось раздеться и лечь в постель. «Надеюсь, что наша задержка в пути никого не встревожит», – сказал он. «Вы женаты?» «Нет», – ответил МакГрегор. «И я, слава богу, нет», – проговорил он. «А то газеты всегда такого наплетут. Я уверен, в них уже появилось сообщение, что мы мертвы и валяемся в снегу. Но я, пожалуй, вздремну немного». Эссекс подвинулся в угол машины. «Разбудите меня, МакГрегор, когда Москва будет близко. Люблю въезжать в чужой город ночью. Впрочем, может быть, вы сами хотите поспать». «Я не могу спать в машине», – ответил МакГрегор. «Это потому, что вы не даете себе воли», – сказал Эссекс. Он снова подумал, как странно, что МакГрегор хочет вернуться к своему никому неизвестной геологии. Вот уж чего он Эссекс никогда бы не сделал. Его собственное вступление на дипломатическое поприще мало чем отличалось от начала карьеры МакГрегора. Так, например, Эссекс не принадлежал к семи дипломатов. Эссексы были придворными с той поры, как существовал английский двор, в течение которого каких-нибудь ста лет они носили титул графов кадиксских. Этот титул – первый в Англии иностранный титул, был учрежден специально для них в 1190 году. И Ричард Львиное Сердце пожаловал его своему конюшему – лорду Гарольду Эссексу – в награду за крестовый поход на кадиксских мавров, который принес английскому престолу богатую добычу в виде золотой утвари этих нехристей. К несчастью, королева Елизавета, когда ей в ее коварной игре с Филиппом II снова понадобилось умиротворить испанского короля, отобрала графский титул у дома Эссексов. И этой обиды Эссексы не простили Елизавете и по сей день. С тех пор они были просто лорды, и больше ничего. Эссексу осточертело говорить назойливым янке и невежественным иностранцам, что он не граф Эссекский, и даже никем не приходится графам Эссекским, ни родственникам, ни свойственникам. Он объяснял, что Эссекс – это его фамилия, и любил добавлять, что она была известна задолго до того, как появился первый граф Эссекский. К тому же род Эссексов имел свою собственную историю, славную бранными подвигами и придворными интригами. Но единственным дипломатом среди них, если не считать акца Эссекса, который время от времени оказывал услуги королю Эдуарду, был в нейке Эссекс, посланный Георгом III в Турцию, дабы уговорить турок начать войну против России. Миссия эта кончилась тем, что его сгноили в стамбульской крепости Симбаша, предназначенной султаном для подозрительных и требовательных чужеземцев. Преклонение перед этим предком в сущности явилось единственной причиной, почему Эссекса потянуло к дипломатической деятельности. Но с первых же шагов на этом поприще он почувствовал, что лучшего и желать нельзя. Он никак не мог понять Макгрегора, явно упускавшего свое счастье. Среди этих размышлений Эссекса заснул, а Макгрегор, протерев запотевшее стекло, глядел на проносившиеся мимо бесконечные ровные поля и темные лесные массивы, пока не показались окраина Москвы. До сих пор ничто не выдавало близости города, а тут вдруг сразу засверкали городские огни и потянулись мимо фабричные корпуса. Макгрегор разбудил Эссекса, и они вместе стали смотреть, как вдруг вокруг них вырастают темные очертания Москвы. Ее неосвещенные здания, широкие улицы, бульвары с обнаженными деревьями. Покуда они не доехали до центра, Москва оказалась им похожей на всякий другой город, только немного просторнее и темнее. Машина катила по булыжной мостовой вдоль трамвайной линии, мимо ярких светофоров. «Просторно здесь», — сказал Эссекс, глядя на большую заброшенную снегом площадь, по краю которой тянулась Кремлевская стена. Макгрегор никогда не видел такой большой городской площади и спросил пилота по-русски, не это ли Красная площадь. Пилот ответил, что нет, Красная площадь будет сейчас. Машина, поднявшись по короткому отлогому склону, уже въезжала в широкий четырехугольник. «Вот она», — сказал пилот, — «вот Красная площадь». Пока машина мчалась по площади, они успели взглянуть на Кремлевские башни, увенчанные яркими рубиновыми звездами. На миг промелькнул темный мавзолей Ленина, обрамленный голубыми елями. Затем храм Василия Блаженного, небольшая затейливая церковь святыми куполами. Машина миновала мост современной конструкции, свернула на набережную, погодила вдоль белой, скованной льдом реки и въехала в открытые ворота британского посольства. Как только она остановилась, на ступеньке подъезда, потирая руки, вышел человек в летных сапогах. «Лорд Эссекс?» спросил он. «Да». «Моя фамилия Мелби». «Сэр». «Сэр Фрэнси спросил меня передать вам свои извинения, что он вас не дождался, но мы не знали точно, когда вы приедете. Русские сообщили нам только, что вы на пути сюда, и больше ничего. Мы приготовили вам комнату». «Вы не пострадали, это верно?» «Нет, Мелби. Мы, как видите, уцелели. Знакомьтесь, это МакГрегор». МакГрегор и Мелби пожали друг другу коченевшие пальцы. «Для вас, МакГрегор, приготовлена комната в моей квартире», сказал Мелби. Вещи сняли с машины, и русский солдат внес в подъезд три чемодана и плоский металлический ящик с документами. Пилот попрощался с ними за руку и извинился за аварию и причиненные ей неудобства. Мелби повел Эссекса наверх, а МакГрегор остался ждать в теплом, обшитом панелью холле. «Благодарю вас, Мелби», сказал Эссекс, окинув взглядом бледно-голубую спальню. Потом он внимательно посмотрел на Мелби, стараясь определить, что тут собой представляет. Это был сорокалетний мужчина, с брюшком, не старавшийся казаться моложе своих лет. Он тоже разглядывал Эссекса сквозь толстые стекла роговых очков. А Эссекс прикидывал в уме, «Кто он такой? Первый секретарь? Второй секретарь? Или один из советников?» «Ванная вот тут», сказал Мелби, показывая на узкую дверь в углу. «Мне очень совестно, что вы из-за меня не ложились», сказал Эссекс. «Пустяки, сэр. Я не хотел, чтобы сэр Фрэнсис засиживался слишком поздно. Разумеется, я очень рад, что сэр Фрэнсис не дождался меня». «Вам больше ничего не нужно?» «Нет». «Тогда спокойной ночи, сэр. Спокойной ночи, Мелби». «И добро пожаловать в Москву, лорд Эссекс». «Спасибо». Мелби вышел и бесшумно притворил за собой дверь. Эссекс открыл свой американский чемодан, бросил на кровать шелковую пижаму и расстегнул молнию на сумке с туалетными принадлежностями, которые его локей Эванс предусмотрительно положил на самый верх. Он достал зубную щетку, почистил зубы и умылся горячей водой, наличие которой было весьма приятным сюрпризом. А затем с удовольствием улегся на тонкие Брэдфорские простыни и заснул.